Чем дальше, тем страшнее. 426 случаев заражения новым коронавирусом выявлено сегодня после обработки 2196 тестов. Число жертв COVID-19 увеличилось до 759. Борьбу с вирусом ведут почти 6,5 тысяч человек. Число подтвержденных инфекций с марта до сих пор приближается к порогу в 24 тысячи. Дальше будет только больше, уверяют специалисты. Они давно потеряли веру в лучшее, видя, как залихватски носят наши граждане маски на подбородке и вопреки запретам весело отгуливают свадьбы. На одной такой заразилось несколько десятков гостей. Надолго запомнят семейное торжество. Наша природная жизнерадостность и верность традициям в эти дни смертельно опасно предупреждают эпидемиологи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова 250 гостей при запрете на массовые собрания – это не предел. В ходе проведенных проверок всего за неделю инспекторы выявили пять заведений, где свадьба пела и плясала так, будто и не было пандемии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 80 протоколов составлено на поставщиков услуг, нарушивших противоэпидемиологические правила. Рейды инспекторов по 35 бассейнам, террасам и барам привели к 9 протоколам, составленным по факту серьезнейших нарушений. Да и сами граждане хороши. Социальную дистанцию не соблюдают, маски норовят носить где угодно, только не на лице, прикрыв нос и рот. Да и в парках гуляют далеко не по трое. Обычно полицейские делают замечания или предупреждения, но в особо сложных случаях составляют протокол. За неделю с таким документом на руках оказались свыше 100 нарушителей. Чиновники ничуть не умаляют вины тех, кто подбивает граждан на нарушения. Речи о местных властях и о политиках, преследующих свои цели. Так в Аргееве, после организованных тамошними политлидерами мероприятий с участием сотен человек, в том числе в Архейленде, кривая роста числа заболевших резко поползла вверх. Я хочу сказать, что это увеличение следует... ...а ириспособленности, а целых организаций, так и политики, как и представители администрации, публики и локали, и администраторы, которые у нас, в последнее время, в чем только не обвиняют власти, наложившие ограничения наши граждане, от участия в мировом заговоре до желания ограничить права и свободы. При том, что медики объясняют, цель у властей одна – не допустить огромного потока заболевших, с которым, как в свое время в Италии, сначала не могут справиться врачи, а затем и похоронщики. А ведь оставаться здоровыми – это в интересах каждого из нас, да и правила, которые следует соблюдать ни из числа непосильных. Продолжение следует... Продолжение следует... Тем временем, наибольшее число больных – там, где жизнь кипит и полна соблазнов. Половина выявленных сегодня заболевших – жители столицы и её пригородов. Всего в муниципе с начала марта коварный вирус настиг свыше 8 тысяч человек. Более 1600 случаев в Гагаузии. За ней следуют муниципи Бельцы, Приднестровский регион и Когульский район. За ночь врачи потеряли ещё 6 пациентов. Но и число победивших за разу продолжает расти. За последние сутки 323 пациента были выписаны из больниц. Всего из лечившихся – 16 785. В больницах 454 пациента в тяжёлом состоянии, из которых 36 не в состоянии дышать самостоятельно.